Русская жатва. Международное служение Питера и Джелмелл. Представляет вашему вниманию программу «Новая судьба». Мы приглашаем вас присоединиться к нам, чтобы вместе достигать русскоговорящих людей по всему миру, проповедуя им Евангелие, изменяя судьбы миллионов. 2 Тимофея 1.5 2 Тимофея, 2 Послание Тимофея 1.5 Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евники, уверен, что она и в тебе. Смотрите, он говорит, которая прежде обитала в твоей бабушке. Смотрите, он говорит здесь, приводя на память нелицемерную, то есть непрекращающуюся, нелицемерную, постоянно живую и мощную веру твою, которая в тебе, которая во мне. И вот именно такую нелицемерную веру я хочу передать своим детям, хочу передать своим внукам. Передать своей жене. Повлиять на мою жену. Повлиять на других людей. Аминь. И он говорит, и когда я увидел это. В тебе. Как он может увидеть ее в нем, если тот не поступал бы по этой вере. Понимаете, я не хочу быть просто христианином. Я хочу быть именно таким христианином. И я не хочу, знаете, чтобы люди говорили, слушайте, а вот этот Питер Мел, он спасен? И ответ был таким, ну вроде бы я думаю, что да, как бы спасен вроде бы. Я задаю людям такой вопрос. И когда я, допустим, я слышу о ком-то, и я спрашиваю, а спасен ли этот человек? Рожден свыше. И люди говорят, я думаю, что да. И я всегда отвечаю, слушай, что ты имеешь в виду? Я думаю. То есть что это такое, я думаю? Если человек спасен. И если Иисус живет в нас. Как мы можем не быть восхищенными об этом? Если ты не радуешься об этом. То тебе тогда нужно задать себе вопросы. Потому что что-то должно произойти внутри тебя. Потому что Иисус, Он реален, Он силен, и Он полон жизни. Которая обитала в тебе и в твоей бабушке, и в твоей матери. То есть, другими словами, эта вера была передана. Бабушка его молилась. Бабушка проповедовала. Мама молилась. Мама проповедовала. И теперь ты, Тимофей. Ты муж Божий. Ты молись. Ты проповедуй. Я уверен, Павел говорит, я вижу ее в тебе. И единственная причина, почему эта вера была в Тимофея, потому что она пришла от его матери, которая получила, в свою очередь, от своей бабушки. Бабушки, которые здесь сегодня есть. Бабушки. На вашей жизни есть потрясающее призвание. Я попрошу всех бабушек стать сейчас. Всех бабушек стать. Вау. Бабушки, оставайтесь стоять. Стойте, постойте немножко, бабушки. Бабушки, я хочу немножко лично вам попроповедовать чуть-чуть. Знаете, бабушки, вы не понимаете иногда на конца, сколько влияния вы можете иметь. Вы иногда не понимаете, сколько потенциала есть внутри вас. Не только, чтобы повлиять на ваше естественное семя, но и ваше духовное семя. И поэтому с этого дня, я хочу, чтобы вы начали по-другому мыслить. Я хочу, чтобы вы с верой начали говорить по отношению к себе. Просто примите решение быть женщинами Божьими. Потому что вы повлияете на многих других людей. И вот в чем истина. Дети смотрят на вас. Господь, я молюсь за каждую бабушку сегодня здесь, во имя Иисуса. Господь, я молюсь, чтобы ты что-то произвел в их духовном ДНК. Я молю тебя, чтобы ты сверхъестественно посетил их. Прикоснись к сердцам. Прикоснись к их разуму. Во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы кровь Иисуса покрыла их прямо сейчас. И освободила их от всяких сомнений. От всякого страха. От всякого такого отношения к себе, что я недостаточно хорошая или я недостаточно достойна. Бабушки, вы достаточно хорошая. Вы достаточно мудрые. У вас есть способности. Вы женщины Божьи. И вы можете говорить в жизни других людей. Вы можете влиять на людей через праведность. Вы призваны Богом. Чтобы увидеть, как ваши дети будут приходить в Царство Божие. Вы сможете влиять и на внуков своих. И помазание Божие на вас. Чтобы исполнить вашу цель на этой земле. Не думайте меньше о себе. Потому что Бог помазал вас для работы Царства Своего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если ты рожден свыше, то Он вошел в тебя. Каждая клеточка, каждый хромосом твоего тела. Туда приходит жизнь, достоинство, сила Божья. Потому что Бог вмешался в твое ДНК. И наше правительство в Америке, и даже ваша правительство здесь. Они говорят нам Нет никаких способов, чтобы освободить наркозависимого человека. Никак невозможно помочь гомосексуалистам освободиться от этого. А я Знаете, а я, когда встречаю бывших алкоголиков, которые сегодня спасены. И они вот что говорят. Я всегда буду алкоголиком. Потому что это то, что их учат. И я слышал, как люди говорили мне Я по-прежнему алкоголик, хотя я не пью. И я сказал Я сказал, брат Знаешь, на тебе какой-то очень глупый дух. Потому что если ты был освобожден Ты уже не алкоголик. Ты освобожден силой живого Бога. И я скажу тебе, если это не работает Тогда последние 28 лет я просто мечтаю в мечтах своих живых. Знаете, каждый раз, когда я посещаю реп-центры И вижу там освобожденных людей Значит, что я мечтаю во сне Значит, это нереально, это все сон. Все бывшие наркозависимые, которые сегодня служат в нашем служении Которые спасены Крещены Духом Святом Освобождены силой Божьей Теперь они женаты Теперь у них есть дети Теперь у них есть семьи Теперь у них есть работа Теперь они влияют на общество То значит, я все это вижу во сне И если это слово не истина Тогда как это все происходит? Очень просто Слово Божье истина Не могу молчать, не буду молчать Потому что написано в слове Если мы будем молчать, будут камни кричать Не дадим привилегии камням кричать Будем сами свидетельствовать о славе Божьей В общем, я был поставлен на учет Как наркоман Вот такими буквами было написано Полинаркоман Это приговор Кто как бы был в этом Тот знает, что При жизни человеку оттуда выбраться невозможно Все, если ты туда попал Ты там, короче, твою карточку разве Ну, ты когда уже умрешь, так ее выбросят Все, ты там И никто, ничего не может тебя спасти Но есть кто? Спаситель Тот, который пришел И верующим в него дал свободу Дал жизнь И жизнь с избытком И вы знаете На прошлый понедельник Я пришел и сказали Дорогой, можешь сюда больше не приходить Разве можешь приходить опять С газетами там И когда люди приходят Так можешь их благовествовать И давать газеты Ты больше не наркоман Слава Иисусу Христу Это все слава Божья Несколько лет назад Несколько лет назад Люди из правительства пришли к нам Милиции, милиционеры И они пришли и сказали нам Помогите нам остановить Наркоманию в нашем городе Почему они пришли? Потому что они увидели чудеса Уже освобожденных людей Потому что эти милиционеры Которые раньше ловили этих наркоманов Они увидели как Теперь бывшие эти наркоманы Проходя там еще под следствием Через суды Но они свободны Они другие люди И они связались со мной И я сказал Хорошо, мы сделаем это Мы поможем Я думаю, я могу это сказать Я должен быть внимателен Не слишком много Этой информации говорить Один человек Который занимает Высокий пост Правительства Он приехал из Киева У нас была особенная встреча С местными властями Правоохранительных органов И мы сделали и планировали И в следующие шесть месяцев С нашими пастырами Мы закрыли три контролируемых мафии Центров, где распространяли наркотики Это была сила крови Это была сила слова Но с негативной стороны То ДНК, которое закрыто внутри нас Болезни Немощи Немощи Рак Они там из-за греха От прошлых поколений Но это не означает Что они должны оставаться там Когда я иду Допустим К доктору Чтобы провериться И пройти исследование Всегда перед исследованием Они меня спрашивают Все эти вопросы Обследования Живы ли твои родители Нет Нет От чего они умерли Мама От сахарного диабета Папа У него в конце жизни были тоже проблемы с сердцем Братья Тоже один брат умер от сердца И они записывают И они так смотрят на меня У тебя тоже будут эти проблемы И каждый раз И каждый раз я им говорю Я это не принимаю У меня не будет проблем У меня нет проблем Конечно же этот доктор сидит Он даже не понимает О чем я говорю Но я ему говорю Из-за слова Божьего Я им всегда объясняю Что благодаря слову Божьему Мое плохое ДНК Оно выключилось Я слышу как верующие всегда говорят О да Наверное и я это унаследую У моего дедушки это было У моего папы это было Но я всегда их обличаю Потому что это лошадь дьявола Конечно если только они сами хотят умереть Но знаете что Мы пожинаем плоды наших уст Но Слово Божье приносит жизнь И Слово Божье имеет способность Вмешиваться в состав твоего ДНК И менять его И выключать там рак Выключать алкоголизм Выключать наркозависимость Выключать сахарный диабет Выключать артрит Слово Божье Вот почему так важно слово И некоторые люди говорят О вот вы люди веры Вы всегда цитируете место из Писания Потому что это единственное что есть В чем есть жизнь И знаешь И по мере того как ты будешь Исповедовать Слово Божье Вера будет приходить внутрь тебя Я верю что я человек Божий Я верю что я победитель Я верю что я начну тысячи церквей Я верю Я верю что мои дети будут на небесах со мной И мои дети И я верю в эту церковь Я молюсь за эту церковь Я говорю провозглашаю Слово На эту церковь И я вдохновляю вас Каждого из вас в этой церкви С этого дня Инвестируйте больше вашего времени В Слово Божье И если ты сегодня здесь И ты думаешь Ну я не вижу чтобы Бог так сильно двигаться в моей жизни Задам вам такой вопрос А сколько ты двигаешься в его жизни Слово Божье Программа «Новая судьба» создана для того Чтобы нести вам Слово Божье в силе Слово которое изменит вашу жизнь Которое приносит жизнь и истину Царства Божьего Мы верим что эта программа вдохновляет вас Пламенно служить Иисусу Христу Пожалуйста свяжитесь с нами И расскажите о том Как Господь через эту программу Меняет вашу жизнь и ваше служение Имея видение открыть тысячу церквей на Украине Питер Мелл и служение Украинская Жатва Открыли тренировочный центр Который приносит потрясающий плод Мы горим желанием помочь людям Стать духовными воинами последних дней Которые понесут весь полного Евангелия по Украине Приводя миллионы ко Христу Ищешь ли ты подготовительный центр Который действует в чудесах Позвоните к нам Или посетите наш веб-сайт Служение Украинская Жатва Обучило более 15 тысяч верующих Через курс заочной библейской школы А также в школах для лидеров Сотни людей уже находятся в полновременном служении И еще сотни несут лидерские служения В заочной библейской школе Ты можешь обучаться и реализоваться во кресте Ребилитационные центры Украинской Жатвы Помогают освободиться множеству людей От рабства, алкоголя и наркотиков Возможно у тебя есть близкий человек Нуждающийся в свободе Возможно свобода нужна тебе Многие получают освобождение силой Божьей Я полностью свободен от наркотиков Уже более пяти лет Теперь я полностью свободен Слава Господу Меня Господь освободил от наркотиков От курения Я полностью свободен от наркотиков Теперь я свободен Позвоните к нам Или посетите наш веб-сайт Из своих 41 года Я 19 лет употребляла наркотики Могу сказать, что жизнь была ужасна Отношения в семье с родителями Были полностью испорчены Здоровье было подорвано Муж мой тоже раньше употреблял наркотики И мы с ним вместе употребляли Жизнь шла под откос Дошло до того, что я уже не могла ходить Из-за того, что я колола грязными иглами У меня начали появляться абсцессы Начали гнить ноги Мене подруги уже водили под руки Потому что я сама уже не могла ходить ногами Поймала меня милиция Шла я с маковой соломкой несла Плохо дуже мені было Милиция задержала меня И посадили меня в тюрьму Дали мне их 2 года и 1 месяц В тюрьме я отсидела Здоровье вроде начало чуть-чуть подлаживаться Ноги начали подживать И я начала думать так, что Выйду, больше я этим заниматься не буду Уже знаю, что это такое Чем оно заканчивается И когда я пришла из зоны домой Я устроилась на работу На фабрику, на швейну На фабрике я работала Было все нормально Отношения в семье более-менее наладились Таких я ничего поганого не делала Работала Но то место, где в душе в мене занимал наркотик То место было пустовало И мне было дуже тяжело Я не знала, чем его запомнить Я начала иногда бывало выпивать Но все равно оно мне было не то Я чувствовала, что мне что-то не хватает И надежды в мене уже ни на что не было Жизнь я уже не считала, что она наладится когда-нибудь И чуть ли не плакала, говорила бабушка Как хорошо тебе, ты уже умерла А мне тут еще мучиться Я хочу до тебя И очень тяжело мне было Жить мне не хотелось Я так просто убивала дни, можно сказать Заполняла их работой Уставала, приходила, падала Ноги у меня После зоны не полностью еще зажили Были рани, я приходила, падала Поднимала ноги, потому что они очень болели Я, чтобы никуда не идти, чтобы заживала, полежала дома Жить было неинтересно И начали появляться мои старые друзья в моей жизни Я зарабатывала деньги Я телефон купила Начались звонки Они узнали, что деньги у меня есть Начались звонки И я начала по чуть-чуть пробовать опять наркотики Потом встретила пастыря Как бы уже я на ней поставила крест Поэтому мне уже терять было нечего Вот, а тут человек рассказывает, что Бог может помочь И я решила просто попробовать Я начала слушать пастыря Начала слушать проповеди, которые он рассказывал Начала делать то, что говорил мне он То, что учила Библия Вот, я начала стараться жить по тому, как хочет Бог И Бог изменил мою жизнь полностью Бог полностью убрав все то, что было у меня рано Что я рассказывала, что я шла после работы Бегом быстрее лечь, чтобы у меня ноги заживали Чтобы рани не текли Я после работы уже шла на домашнюю группу Шла на молитвину Я уже не шла домой ложиться А я уже на ногах после работы еще бегала И Бог чудесным образом полностью залечил Мне не пришлось никаких медикаментов употреблять Бог полностью залечил все мои рани на ногах Не лежала, а ходила И оно все полностью меня затягивало Все полностью зажило Бог дав мне полностью новую жизнь Жизнь моя старая была перечеркнута Жизнь мне уже не хотелось А будущее вообще я не бачила Проживала день с утра до вечера Ребенка Ребенка я хочу воспитать Так, как учить Бог Чтобы он с самого детства познав Бога Чтобы он рос с Богом Душевное мое состояние То место, где занимал наркотик, что я не находила себе Никакого применения Никакого смысла Сейчас смысл в моей жизни Помогать людям Мне хочется служить Богу И у меня есть сострадание до таких людей Я сама Яки пропадают, не знают Бога На все мои нужды Бог отвечает Бог чуя Бог действительно живый Мы видим в Библии, что Бог не желает, чтобы кто-то погиб Но чтобы все спаслись Для этого прошел Иисус Христос в этот мир Чтобы дать тебе жизнь Если ты хочешь покаяться, примириться с Богом Помолись вместе со мной, молитвой покаяния Скажи, Отец Небесный Во имя Иисуса Христа я прихожу к тебе Я верю, что Иисус Христос умер за мои грехи И я прошу тебя, Господь Иисус, войди в мою жизнь Измени мою жизнь Я принимаю тебя, как своего Господа и Спасителя Я благодарю тебя и доверяюсь тебе Во имя Иисуса Христа Аминь Программа «Новая судьба» создана для того, чтобы нести вам Слово Божье в силе Слово, которое изменит вашу жизнь Которое приносит жизнь и истину Царства Божьего Мы верим, что эта программа вдохновляет вас пламенно служить Иисусу Христу Пожалуйста, свяжитесь с нами и расскажите о том, как Господь через эту программу Менять вашу жизнь и ваше служение Имея видение открыть тысячу церквей на Украине Питер Мел и служение «Украинская жатва» открыли тренировочный центр Который приносит потрясающий плод Мы горим желанием помочь людям стать духовными воинами последних дней Которые понесут весь полного Евангелия по Украине Приводя миллионы ко Христу Ищешь ли ты подготовительный центр, который действует в чудесах? Позвоните к нам или посетите наш веб-сайт Служение «Украинская жатва» обучило более 15 тысяч верующих через курс заочной библейской школы А также в школах для лидеров Сотни людей уже находятся в полновременном служении И еще сотни несут лидерские служения В заочной библейской школе ты можешь обучаться и реализоваться во Христе Ребилитационные центры «Украинской жатвы» помогают освободиться множеству людей от рабства, алкоголя и наркотиков Возможно, у тебя есть близкий человек, нуждающийся в свободе Возможно, свобода нужна тебе Многие получают освобождение силой Божьей Я полностью свободен от наркотиков Уже более пяти лет Теперь я полностью свободен Слава Господу Меня Господь освободил от наркотиков, от курения Я полностью свободен от наркотиков Теперь я свободен Позвоните к нам или посетите наш веб-сайт Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова